Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре идет подготовка к параду памяти. На площади Куйбышева состоялся финал регионального конкурса парадных расчетов образовательных учреждений. В Самаре более 6 тысяч детей до 3 лет ходят в детские сады. С 2018 года очередность в детсады удалось сократить более чем в 3 раза. Но эта работа продолжается. Решить проблему с очередностью в Ясли помогут как открытие новых садов, так и процесс доукомплектования действующих групп в дошкольных учреждениях. Об этом шла речь на еженедельном совещании в администрации города. Его провела глава Самары Елена Лапушкина. Какие еще вопросы обсудили, расскажут наши корреспонденты. Обеспечить малышей до 3 лет местами в детские сады – одна из задач нацпроекта «Демография». С 2018 года очередность в детские сады удалось сократить более чем в 3 раза. Эта работа продолжается. На данный момент в Ясли ходят 6243 ребенка. Из них 5131 в муниципальные и 1122 малыша в частные учреждения. Работу по дальнейшему сокращению очередности в детские сады обсудили на еженедельном совещании в городской администрации. Открыто детское дошкольное отделение школы 26. Кроме этого, за счет переоборудования и ремонта в двух детских садах открыто 55 мест. Кроме этого, 461 место за счет доукомплектования действующих групп в детских садах. 220 зачисленных группы кратковременного пребывания детей. И посмотрели, если есть группы трехлеток недоукомплектованные, мы сделали разновозрастные группы, обеспечили тем самым 300 мест. При этом 185 мест в детских садах являются невостребованными. Городские власти предлагают родителям места в недоукомплектованных группах. Проблему помогут решить и новые дошкольные учреждения. К открытию готовятся два детских сада. На улице Подшипниковой, где Ясельных, 21 место. И на улице Ташкентской, где для малышей до трех лет предусмотрено 60 мест. Кроме того, после капитального ремонта планируют открыть еще два детсада на Запорожской и в Долотном переулке в общей сложности на 90 малышей. Обсудили на совещании и работу городских сельскохозяйственных ярмарок. На сегодняшний день в городе количество муниципальных ярмарок 38 с общим количеством 1660 торговых мест. В том числе в летний и осенний период начали свою работу 10 муниципальных сельскохозяйственных ярмарок на 420 торговых мест. Большой популярностью пользуются ярмарки на мехзаводе у ДК «Октябрь» в Красноглинском районе и у музея «Алабина» в Ленинском районе, которые работают с пятницы по воскресенье. Неделю назад ярмарка открылась в Октябрьском районе на пересечении Старозагора и Гастелло. Летом ярмарки заработали на шести площадках, где раньше была несанкционированная торговля. На улицах Советской, Победы, Гагарина, Старозагора, Фасадной Молодежной. Торговля на Гагарина 157 и пересечении Фасадной Молодежной будет идти и зимой. Остальные будут работать до отрицательных температур. С середины августа в Самаре заработали три площадки в формате торговли с автомашин. Пошла у нас ярмарка только на Мира-6. К сожалению, на Граце и на Агропарке ярмарки не получили свое развитие. Первое – оттянули на себя наши традиционные ярмарки на Октябре и на Алабино. Поэтому продолжение получила ярмарка только на Мира-6. Но в следующем году, соответственно, эти площадки, наверное, не будем рассматривать в силу их невостребованности со стороны сельхозпроизводителей. В следующем году планируют открыть еще три площадки на 100 торговых мест. Одну в Кировском районе, на Земице-20 и две в Промышленном районе, на Фадеево-66 и Физкультурной-101. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. В Самаре утвердили новые размеры выплат по социальному контракту. В новой редакции предусматривается, что с 1 июля 2022 года сумма выплат на индивидуальную предпринимательскую деятельность увеличивается с 250 тысяч рублей до 350 тысяч. Наведение личного подсобного хозяйства со 100 тысяч рублей до 200 тысяч. Изменения связаны с нормами федерального законодательства. Самарская область являлась пионером в стране по внедрению социальных контрактов. Их объемы значительно выросли. Ежегодно в регионе направляют на эти цели более 1 миллиарда рублей. Социальные контракты дают людям возможность вести личное подсобное хозяйство, предпринимательскую деятельность. В Самарскую губернскую думу направят закон, который предусматривает увеличение максимальной выплаты по соцконтракту. Эти средства могут быть направлены на приобретение оборудования, материалов. Также правительство региона приняло законопроект, который позволяет увеличивать гарантии по предоставлению жилплощади гражданам, проживающим в зоне расселения в связи с изъятием земель для государственных нужд. Законопроект разработан по поручению губернатора и напрямую касается защиты интересов граждан, проживающих в муниципальных домах, попадающих в зону строительства станции метро «Театральная». Действующее законодательство предусматривало предоставление гражданам равноценных жилых помещений. Новый документ обеспечит самарцам возможность улучшить жилищные условия. В Самаре продолжаются работы, связанные со строительством метро. Это касается выноса сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрических кабельных линий, газовой магистрали. Такие работы сосредоточены в районе скверов, находящихся на пересечении улиц Галактионовской, Вилоновской и Галактионовской-Красноармейской. Параллельно переустройство инженерных коммуникаций производится в районе перекрестка в границах улиц Самарской, Полевой и Новосадовой, где, как и по участку Галактионовской, временно ограничены движения транспорта. Напомним, что в зоне метростроя на этом перекрестке в соответствии с проектной документацией выполняются работы по выносу водовода. Подготовлены траншеи под укладку ливневого коллектора. Также предстоит вынос сетевых кабелей. Все объездные пути были заблаговременно подготовлены. Скорректирована работа светофоров. Для удобства трафика появились дополнительные светофоры и поворотные секции. Введено одностороннее движение по участку улицы Первомайской. При необходимости, с учетом мониторинга транспортных потоков, предусмотрены дополнительные корректировки. Повышенное внимание уделяется сохранению элементов архитектуры, зеленых насаждений и вопросу минимизации неудобств для горожан. Например, в районе улицы Галактионовской, в тех локациях, где рядом нет жилых домов, работы ведутся круглосуточно. При этом шумные работы ночью не проводятся. Основные задачи по переустройству инженерных коммуникаций рассчитывают выполнить в конце ноября. Однако, часть подготовительных работ продолжится и в декабре. А у перекрестка улиц Самарской, Полевой и Новосадовой, где работы начались 8 октября, вынос инженерных сетей должен быть завершен в течение 39 дней. Отметим, что все работы, связанные со строительством станции метро «Театральная», находятся на непрерывном контроле. Он осуществляется мэрией совместно с региональным заказчиком и профильными службами областного центра. Согласно расчетам специалистов, после завершения строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию «Театральный», путь между конечными станциями займет около 20-25 минут. Появится возможность сократить интервал движения электропоездов до 5-8 минут. Это определенный логический этап строительства метро, когда наши рабочие районы будут связаны с историческим центром города. Потом ведь известный факт, что каждая новая станция, она очень серьезно увеличивает пассажиропоток в метро в целом. То есть в целом увеличится количество граждан метро, а соответственно снизится нагрузка на другой городской транспорт, что в общем-то будет очень неплохо и с точки зрения последующей разгрузки улиц, и, кстати говоря, с точки зрения общественного здоровья. Потому что движение метро все-таки это более экологично, на мой взгляд. Поэтому да, это благоприятное явление, это прогресс. Прогресс неостановим, и немножко здесь надо потерпеть, потом будет лучше. Стабильность и усиленный соцпакет. В Самаре рекрутинговая компания ТТУ уже успела дать свои первые плоды. В учебном центре муниципального предприятия студенты продолжают постигать азы профессии. Кроме того, уже есть выпускники, молодые водители. Так один из выпускников в среду совершит свой первый рейс по троллейбусному маршруту. Подробности в нашем сюжете. Кирилл Демьянов учиться на водителя троллейбуса в ТТУ пошел и из любопытства, и ради обретения новой профессии. Признается, всегда испытывал интерес к подобной технике. За плечами уже более семи лет водительского стажа. Когда-то управлял машинами в коммунальной службе, а также грузовым автотранспортом. Теперь получил право на управление троллейбусом. Уже в среду Кириллу предстоит совершить первый рейс. Сфера водителя мне уже знакома по предыдущим местам работы, но здесь уже немного по-другому. Ответственность еще по перевозке пассажиров. Ответственность большая, тяжелая. У обычного водителя одна дорога, а у водителя троллейбуса их две. Это контактная сеть и обычные асфальтные дороги. Главное, чтобы пассажирам было комфортно при проезде на наших троллейбусах и безопасно. Хочется пожелать, чтобы за рулем вам было легко, чтобы троллейбус управлялся, реагировал на все команды. Ну и чтобы пассажиры, которых вы перевозите, они ездили четко по расписанию, пребывали в срок. Спасибо вам большое. Трамвайно-троллейбусное управление продолжает набирать новых сотрудников. Последние годы здесь сложилась нехватка специалистов. Однако сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы изменить ситуацию. Напомним, масштабная рекрутинговая кампания стартовала весной. Началось с того, что в салонах транспорта размещали информационные листовки. Через громкоговоритель приглашали людей, опубликовали объявления во всевозможных средствах массовой информации. О наборе студентов учебного центра и сотрудников узнали не только в Самаре, но и в других муниципалитетах, даже за пределами Самарской области. В учебном центре можно бесплатно получить профессию водителя троллейбуса или трамвая. Дала эффект, конечно, та мера, которую тоже с весны внедрили. С 1 апреля была увеличена зарплата для водителей на 20% опережающими темпами проиндексированы. Кроме того, введены так называемые подъемные выплаты, когда молодой водитель, поступая на работу, получает 100 тысяч рублей сразу. И вот эти меры, которые при поддержке областного правительства были реализованы, они, конечно, эффект дали. Дирекция муниципального предприятия также напоминает, с учетом добросовестной работы, без аварийной езды, через три года водитель может повысить свою квалификацию. А вместе с этим и уровень заработка, который зависит еще и от выслуги лет. Лекции и практика проходят на базе ТТУ. Для студентов их проводят сотрудники предприятия. В каждом классе центра макеты и тренажеры. Например, есть симулятор водительской кабины с актуальной системой управления. Кажется, что ты находишься за рулем настоящего троллейбуса. Чтобы научиться управлять троллейбусом, потребуется 5,5 месяцев. В это время слушатели получают стипендию размером с прожиточный минимум. После обучения их ждет экзамен. А затем заключается трудовой договор, и новый сотрудник приступает к работе. Новички в профессии также могут рассчитывать еще и на ежемесячную доплату к зарплате. Те водители, которые у нас водители третьего класса, у которых небольшой стаж, все они получают оплату в течение двух лет, 2000 рублей к окладной части. В этом году отмечается 80-летие самарского троллейбуса. Набор сотрудников ТТУ продолжается. Рекрутинговая компания уже дала свои первые плоды. И это не только выпускники и молодые водители. По словам специалистов, сейчас общественный транспорт стал ходить гораздо чаще, так как водителей стало больше. А сама профессия водителя троллейбуса всегда будет востребована. Ведь людям нужен транспорт, тем более экологичный. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Всего несколько дней до памятной даты. 8 ноября этого года в столице региона пройдет ежегодный парад памяти. Его исторической основой стали ноябрьские события 1941 года. Тогда в трех городах – Москве, Куйбышеве и Воронеже – прошли военные парады, призванные поднять боевой дух советских людей и продемонстрировать миру, готовность нашего народа биться с фашизмом до победы. В этом году вместе с парадом памяти, который по традиции пройдет на площади Куйбышева, в Театре оперы и балета 7 ноября откроется окружной патриотический форум российского военно-исторического общества «История для будущего». Пока же в Самаре идет активная подготовка к главному событию ноября. Сегодня самая большая площадь Европы принимала репетицию парада и смотр-конкурс «Строя и песни». Подробности в репортаже Ольги Павловой. Ловко чеканит шаг, готовится к самому главному событию этого года – традиционному параду памяти. На самой большой площади Европы 14 парадных расчетов, собранных из лучших воспитанников кадетских школ и юнормейских отрядов. Сегодня они принимают участие в ежегодном смотр-конкурсе «Строя и песни». По его итогам лучшие из них получат право пройти строевым шагом по площади Куйбышева 7 ноября. Во время того, как идет специальная военная операция, данный парад является демонстрацией. Демонстрацией мужества, чести, подготовленности наших кадетов и юнормейцев. Каждый юнормеец, который сегодня пройдет в расчете, понимает, что ровно 81 год назад именно по этой площади прошли боевые расчеты военных, которые проследовали прямиком на боевые сражения. Исторической основой парады памяти стали события 7 ноября 1941 года. Тогда в трех городах – Москве, Куйбышеве и Воронеже – прошли военные парады, призванные поднять дух советских людей и продемонстрировать миру готовность нашего народа биться с фашизмом до победы. Историческую реконструкцию памятного марша проводят в Самаре с 2011 года. В шествии принимают участие подразделения российской армии, ветеранские патриотические общественные организации, юнормейские отряды, кадетские классы, а также десятки единиц исторической техники, аналоги той, что демонстрировалось в марше 1941-го. В этом году за почетное право принять участие в шествии на площади Куйбышева боролись более 2000 человек – настоящих маленьких патриотов нашей страны. А вот по-твоему патриот – это кто? Это человек, который любит свою родину. И не важно, родину, дом. Родина, дом – это все одно. Мы любим свою родину, мы любим свой дом, мы любим свою улицу и место там, где мы родились. Поэтому мы патриоты. Сегодня, когда наши ребята сейчас находятся на полях сражения, вот этот смотр, конкурс вот этих наших действительно патриотов нашей Родины – это очень важно. Почему? Потому что мы должны, наша обязанность воспитать из наших ребят настоящих патриотов нашей Родины. Отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной, сохранить и приумножить традиции, развить патриотическое движение и еще раз напомнить о том, что никто не забыт. С учетом событий сегодняшнего дня, отмечают собравшиеся, особенно важно вспоминать не только о тех, кто ковал победу в тылу в далеком 41-45-м, но и о нынешних бойцах, настоящих героях, участниках специальной военной операции по защите и освобождению Донбасса. Между событиями прошлых лет и нынешних лет есть прямая связь. Мне кажется, что в Великую Отечественную войну события развивались точно так же, абсолютно так же. То есть были те, кто добровольцами шли на фронт, и я считаю, что тех ребят, которые сейчас выполняют свой долг, нужно поддерживать любыми способами, потому что гораздо проще переносить трудности, когда ты знаешь, что у тебя за спиной не трусы и предатели, а есть такая поддержка. Уже через несколько дней на площади Куйбышева соберутся более 7 тысяч человек и свыше 100 парадных расчетов. Начнется все с торжественного открытия мемориалов на здании Дома офицеров Самарского гарнизона имени Ворошилова. Продолжится торжественным возложением цветов, а в 12 часов по самарскому времени зрители ждет шествие на площади Куйбышева. Также для самарцев и гостей города будут работать тематические, исторические, выставочные и музейные площадки. Впрочем, на этом памятные мероприятия не завершатся. Уже 8 ноября столица региона встретит окружной патриотический форум Российского военно-исторического общества «История для будущего», который пройдет в Театре оперы и балета. В нем примут участие известные писатели, историки, обозреватели, военкоры и блогеры. Ольга Павлова, Максим Гусев, События. С начала мобилизации некоторые владельцы внедорожников переживают, что их автомобиль реквизируют. Есть ли почва для таких опасений и в каких случаях и на каких условиях машины у населения действительно могут изъять – в нашем сюжете. Согласно закону Российской Федерации, юридические лица, а это фирмы и предприятия, как в мирное, так и в военное время, несут определенные военно-транспортные обязанности. В мирное время юридические лица обязаны предоставлять сведения по запросу в военкоматы для постановки транспортных средств на воинский учет. В военное время юридические лица обязаны по требованию военкомата предоставлять транспортные средства в распоряжении государства и при этом поддерживать их в исправном состоянии. У физических лиц обязанности по военному учету транспортных средств нет в мирное время, но однако в военное время при наличии соответствующего требования от военкомата они обязаны свое транспортное средство предоставить. Но обязанность по поддержанию в исправном состоянии на них не лежит. То есть, если транспортное средство неисправно, то, скорее всего, такое транспортное средство забрать не смогут. Согласно указу губернатора Самарской области, в регионе введен режим базовой готовности. Это не военное положение, а значит, переживать за то, что ваш внедорожник заберут, не стоит. Кроме того, автомобиль, который может представлять интерес для армии, должен соответствовать определенным требованиям. Приказ Министерства обороны предусматривает разделение машин, которые могут потребоваться для нужд обороны по классам. В документе марки машин не прописаны, там указаны буквенные классы, но он находится в открытом доступе и собственники автомашин могут сами определить, к какой категории их авто относятся. Например, это полноприводные автомобили, которые по своим техническим характеристикам могут без особых усилий подниматься на более 30 градусов подъем. К ним относятся ленд-крузеры, митсубиси-паджеро, хавалы, уазы, нивы и ряд других автомобилей. В случае, если военкомат направит требования по изъятию авто, гражданин будет обязан предоставить транспортное средство государству с компенсацией ему соответствующих убытков. В законе о мобилизации указано, что компенсация должна быть через механизм убытков, однако порядок этой компенсации должен определяться постановлением правительства, которого нет. В гражданском кодексе существует такая статья, как реквизиция. В принципе, ряд, ну скажем, юристов считают, что именно здесь должна эта норма применяться, реквизиции. Там подразумевается компенсация стоимости, в том числе рыночной. Но будет ли именно эта норма применяться или действительно правительство примет специальное постановление, в котором механизм расчета вот этой компенсации будет предусмотрен, покажет время. По словам юристов, в Самарской области требования о постановке внедорожников на воинский учет приходили только юридическим лицам. Что касается изъятия, то ни одного прецедента на территории Российской Федерации пока не было. Виктория Шарой, Николай Сидоров, События. В список граждан, которым предоставляется возможность участвовать в программе льготного автокредитования, включат пенсионеров, военных и специалистов правоохранительных органов в этом году. Информацией об этом поделился глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров. Также он ответил на вопрос, когда список граждан, которым можно участвовать в программе, будет расширен. По его словам, перечень могут доработать уже в этом году. Ранее компания «АвтоВАЗ» предложила расширить программу льготного кредитования машин, включив перечень пенсионеров, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. По мнению президента компании Максима Соколова, решение позволит поддержать спрос на российском авторынке. Уточняется, что в текущем году условия программы стали лучше, скидка выросла с 10 до 20%. При этом цена машины должна составлять от 2 миллионов рублей. Традиционно, вот уже в течение 14 лет, Самарский дворец ветеранов проводит литературно-поэтический праздник белых журавлей, посвященный памяти павших на всех полях сражений. Его очередил народный поэт Дагестана Расул Гамзатов в 1986 году, а с 2009 праздник входит в список ЮНЕСКО. На сцене дворца читают стихи и поют песни о тех, кто не вернулся из боя. Подробнее в нашем сюжете. Поэтический праздник – светлая память о мужестве, стойкости и самоотверженности народов многонациональной России. Именно таким его задумывал народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, когда учреждал праздник белых журавлей в 1986 году. Ведь во всем мире журавль – символ дружбы и единства, храбрости и преданности. В Самарском дворце ветеранов этот праздник отмечают уже 14 лет. Праздник белых журавлей – это праздник поэзии, праздник дружбы народов и памяти тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы, на всех полях сражений. В этот день мы прежде всего вспоминаем, конечно, своих родных и близких, погибших на войне. В этом году в своих социальных сетях сотрудники Самарского дворца ветеранов запустили конкурс. Образовательные учреждения представляли свои видео, где они читают стихи или поют песни в память о тех, кто погиб на полях сражений. Участие студентов имеет очень большое значение, особенно в развитии такого качества, как патриотизм, потому что на сегодняшний день я считаю, что это особенно актуально. Победители конкурса выступили на сцене дворца со своими номерами. Также в концерте приняли участие разные детско-юношеские коллективы, вокальные ансамбли и студии поэтического слова. Кроме того, всем гостям праздника вручили белых журавлей, которых смастерили ученики 91-й школы. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал Кировского района Самары сообщает, что сегодня на аллее трудовой славы у стелы города трудовой доблести состоялось торжественное посвящение юнормейцев. Праздник на страже Отечества посвящен сразу двум дням воинской славы. Дню подразделений спецназначения и дню 70-летия вне ведомственной охраны Росгвардии. Со словами напутствия и поздравлениями выступили представители военного комиссариата Кировского и Красноглинского районов, Росгвардии и Совета ветеранов Кировского района. Департамент опеки, соцзащиты и попечительства Самары напоминает, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. За ее оформлением одному из родителей нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. Администрация Красноглинского района в телеграм-канале напоминает самарцам, как с наступлением холодов уберечь детей от частых простуд и вирусных инфекций. Основным видом профилактики гриппа, в том числе и у детей, является вакцинация. Она показана детям с 6 месяцев и должна проходить ежегодно. Особенно подвержены риску заражения дети, посещающие дошкольные учреждения, часто страдающие простудными заболеваниями. Дети с хроническими заболеваниями от сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Вакцинация проводится с начала осени и способствует выработке иммунитета против вируса гриппа. Даже если привитый ребенок заболеет гриппом, он перенесет заболевание в легкой форме. А шансы развития осложнений у него сводятся к минимуму. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. В этот раз узнаем у наших подписчиков, когда они планируют поменять колеса машины на зимние. 38% ответили, что дождутся, когда установятся отрицательные температуры воздуха. 25% уже переобулись. 32% сказали, что у них нет автомобиля. А 5% пока не думали об этом. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова